Всем привет! Сегодня у нас будет болталка с вами. Чаё кофеёк наливаем и начинаем убираться, гладить, мыть посуду. Я вам буду наболтывать на ухо кое-что. Вам очень нравится, когда я советую вам книжки какие почитать, и не только по психологии, а вообще по жизни. Ну, такое переплетающее с самоулучшением, усовершенствованием, с психологией связанным. Сегодня у нас будет видео из разряда болталка. Расскажу, что посмотреть. Я вам кину ссылку под видео о том, что я посмотрела. И советую вам, многим, посмотреть это видео. Почему оно важно? Ну, к сожалению, потому что это тема зависимости. Проблема в конкретном видео будет рассмотрена алкогольной зависимости. Но люди с любыми наркотическими зависимостями, кто курит травку, нюхает что-то, колется, пьет, выпивает. В зависимости вообще аддикции очень много. Они могут быть разные. Есть, кстати, любовная аддикция, аддикция зависимость к еде и так далее. Любые вот эти пристрастия, именно зависимая ситуация, когда это, не знаю, вещество, химическое какое-то соединение становится объектом, а ты становишься субъектом своей жизни. То есть этот злодей, в кавычках, этот злодей управляет твоей жизнью, и ты строишь свою жизнь так, чтобы подстраиваться и получать вот этот наркотический, алкогольный и так далее, вот эту дозу. Это становится лекарством определенным, чтобы залечить свои проблемы. Сегодня мы немножко об этом поговорим, когда у меня просто на консультациях очень часто эти вопросы о зависимости встречаются. Ко мне попадают в основном дети, уже выросшие, у которых родители выпивали, и мамы, и папы, разные бывают ситуации, или у которых там дедушки, бабушки с этим. В общем, дети жертвуют этих аддикций. Я вижу, что у людей нет информации, мне приходится объяснять вот эту систему, почему человек в зависимом положении, да, получается от, в жертвенном отчасти, да, от алкоголя, от наркотика и так далее. Вот сейчас я вам расскажу, что я хочу вам посоветовать, если посмотрите на название, что вам какое видео нужно на ютюбе, у кого в семье такое есть, или кто сам чувствует, что может попасть в какую-то зависимость. Какое видео надо посмотреть? Вообще, это канал Елены Погребежской. Знаете, кто это? Это была рок-певица, я это раньше слушала, кстати, я не помню, как ее звали-то, псевдоним ее был в 2000-х. В общем, она ушла из музыки, и она стала снимать документальные фильмы, она стала журналистом, и она всегда документальные фильмы снимает. Смотрели «Мама, я убью тебя» про детей с детского дома, вот это она снимала. В общем, на канале-то у нее есть на ютюбе, посмотрите, я думаю, я вообще документалку очень люблю, о жизни, потому что это о людях. Ссылку оставлю, а конкретное видео последнее вам надо посмотреть. Это видео «Я начал пить со школы алкоголик». Его история, как он пил каждый день, все срывал, и его бизнес стоил полмиллиарда, и он все это терял. Это история о мужчине, который был алкоголиком, который вышел из этой зависимости, и он был и есть вроде, да, вокер, знаете, у нас на Сибирске, по крайней мере, я ела, еще 10 лет назад были. Вот это движение «Вок еды в коробочках азиатской, лапша всякая», это тот человек, который стоял, придумал эту идею, этот бизнес «Еда в коробочках азиатской», вся эта история, это вот он. И как он стал алкоголиком, и был он, в принципе, всегда алкоголиком. Я не буду вдаваться, в частности, в его историю, вы это видео можете посмотреть, но я хочу, чтобы обсудить эти моменты, да, почему люди там с зависимости, какие-либо зависимости, это неважно, какие, они на самом деле сигнализируют, и это симптом, я много раз видео вам говорила, это симптом депрессии. Проблема не в алкоголе, и не в том, что ты или в наркотиках не можешь к нему стоять перед ними. Проблема, еще, кстати, есть сексуальная, например, зависимость, знаете, Киану Рив с этим страдает. Зависимость, проблема в том, что она показывает, что в тебе проблема, проблема в человеке, а не в самой, в самом вот этом субъекте. Это вопрос вообще субъекта и объекта в отношениях. У вас складываются отношения с какой-то нехорошей штукой, да, вредной, которая для вас, вы это расцениваете как лекарство, которое помогает закрыть глаза, расслабиться, в прямом смысле физически вы это чувствуете при употреблении, кайфануть, скажем так, и вы уходите от реальности. Это, как правило, люди, у которых избегающая защитная реакция психики. Это с детства, конечно, идет на учение, это, да, у всех разный аспект, но мы с детства, вы где-то или кто этим подвержен. Я болею, страдаю депрессией, я не смог перебороть свои проблемы, я слабый человек, и я избегаю своих проблем, чтобы их не решать, потому что решить я их не могу, я попробовала, например, не получилось, я вообще мог не пробовать их решать. Я ухожу в зависимость, потому что в зависимом положении от чего-либо, от алкоголя, наркотиков и тому подобное, это мне облегчает, я в этом чувствую волшебную пилюлю помощника, я просто закрываю, убегаю от реальности, которая есть на самом деле. И когда я трезвею, когда я выхожу с запоя, из наркотрипа, я опять сталкиваюсь с действительностью, но она еще хуже сейчас и тяжелее, потому что ко мне начинают, да, как плохо относиться друзья, я теряю друзей, члены семьи, меня критикуют, меня считают, там, я не знаю, ущербным, отродимым и так далее, меня не уважают в обществе. И я вот так имел проблемы и был в депрессии, а теперь мне еще хуже. И теперь моя дорога прямо лежит к зависимости, и я возвращаюсь к этому волшебному зелью, который мне помогает избежать все эти проблемы, еще и новые, которые накатились. Как правило, это все опускается до определенной точки дна, от которой человек либо отталкивается и возвращается в норму, либо он остается на дне, на это дно ложится и умирает от зависимости. То есть это сколовшиеся наркоманы, спившиеся алкоголики, там уже психика какая-то проблема и все такое прочее. Но базово я хочу, чтобы вы понимали, любая зависимость – это симптом депрессии. Говорит о том, что проблему в самом человеке гораздо глубже. Это поверхность, которую ты видишь, а под водой, под поверхностью огромный-огромный айсберг проблем, которые, если ты решишь, этот человек решит, то он вернется к нормальной жизни, и он в один момент перестанет это делать. Это будет легко сделать. Кто как вообще решает эти проблемы? Алкоголики, наркоманы, зависимые люди с какими-то веществами, воздействия веществами на организм. В первую очередь это нарколог и психиатр. Потом уже параллельно подключается терапевт в психолог. И это они все работают, взаимодействуя друг с другом, если человек хочет. Вы никогда и никто, и он сам себе не сможет помочь уйти от зависимости, если проблему свою не признает. Если человек говорит, я выпиваю пиво каждый день, например, вечером, но он допивается до, простите, хрючевого такого состояния, на работе он разбитый, и у него там уходит жена с детьми, он теряет работу, деньги и так далее, но он просто попивает пивасик, да, это же не водка, я же там не знаю, ничего не крушу и так далее. Критерии разные могут быть, у всех свое, но это уже алкоголизм, это регулярно, там есть нормы определенные, почитайте в интернете, кому интересно, определенные нормы принятия. Если вы в них уже попадаете, это уже зависимость. Вы не можете, зависимость что это? Это невозможность остаться без этого средства вещества в какой-то определенный промежуток времени. Если вы его не выдерживаете, промежуток времени у вас зависимость сформированная, все. От нее надо силой воли в начальной стадии, можно отказаться и так далее. Но это сигнал, опять же, что у вас проблемы, вы убегаете. То есть проблема не в алкоголе, а посмотрите в себя, в чем вообще жизнь ваша, вообще правильно идет или, скорее всего, неправильно. Так вот, это специалисты. И принятие своей проблемы, признание того, что да, у меня есть проблемы. Не надо говорить, я алкоголик или я наркоман. Надо просто сказать, да, у меня есть слабость. Я слаб перед вот этим вот зельем или вот этим воздействием на себя. Я, пожалуй, обращусь к специалистам, которые мне помогут разобраться, почему я так делаю и отказаться от этого. Вот так это работает. А насильно тащить, кодировать к наркологу или еще родственникам, близким, женам, детям не работает. Как видите, это может помочь на какой-то период времени. Но человек, когда его искусственно сдерживают, насильно кодируют, он когда срывается, он уходит еще ниже к этому дну. Его зависимость еще больше, он добирает то, что его решили. Почему? Потому что неосознанно он это делал, а его заоставили. Честно скажу, что да, лучше уходить из зависимости. В религии очень многие это делают другой путь. Я скажу так, что для здоровья, да, это лучше. Я приемлю в принципе любой уход от зависимости, но религия либо вообще какие-то культы, это тоже зависимость. Это по сути вы меняете шило на мыло, когда на здоровье меньше вреда оказывается, так скажем. Можно во что-то уверовать, если ничего святого не осталось. И потом и эта зависимость в кавычках, да, к религии или к церкви, конкретно к какому-то там движению, она совсем тоже сойдет на нет, ты с этого слезешь со всего. Это окей. Как путь к полному очищению, да, приемлю. Но когда люди из одной зависимости ударяются, идут там, не знаю, в попы, подстригаются и так далее, на службу уходят, уходят вообще из мирской этой жизни, это то же самое, это не есть хорошо, это тоже зависимость. Это в принципе проблема, человек свою не решил, это слабость. Он просто негативную, разрушающую зависимость. Подменил социально приемлемый, за который не будут ругать, за который у меня будет меньше социальных проблем с родственниками, они от меня отстанут. Но сама депрессия внутри человека никуда не делась, поэтому он этому подвергается. Так что с точки зрения меня, как личности и психологии, лучший способ это психиатр, нарколог и психолог, которые с вами работают на протяжении полугода-года. У всех по-разному бывает, бывает быстрее. Это ситуация, это я условно срок назвала. Вам нужно сопровождение и решение ваших внутренних проблем. Так это работает и решается. Что могу сказать? Одно главное, что мне посчастливилось, у меня очень была крутая база. Почему мне многие говорят, спасибо большое, кто меня хвалит, говорит, ой, вы хороший психолог, или на консультациях, когда мне так говорят. Я считаю, что у меня просто была тяга к знаниям, я хотела их получать, и у нас была очень крутая в моей кафедре в институте база педагогов, самых лучших. Если это психиатрию нам читают, то это психиатры, ведущие нашей психиатрической городской клиники заведующие, или главврачные, я не знаю, просто регалии этих. Если это шла анатомия, то это анатомия из мединститута нам приходил преподаватель. То есть это не просто специалисты, и кто-то там читает текст, это были лучшие в своем деле, и которые рассказывали конкретные примеры своей практики. Это было круто, особенно психиатрия, просто я, открыв рот, сидела и слушала. И вот также я просто вспоминаю про аддикцию. Я сейчас, честно, к моему стыду не вспомню, как зовут этого дедушку. Я думаю, он уже умер, ему тогда было 95 или 94 года. В НГУ нам организовывали лекции для психологов. Любой мог, в принципе, посетить. За денежку было в Академгородке, у нас лекции были. В общем, открытая лекция была вот этого дедушки, не помню, как его зовут. Это тот, кто придумал вообще, в принципе, определение и учебник, и книгу аддиктивного поведения. Он вывел, что такое аддикция, зависимость, зависимое поведение, какие виды зависимостей существуют. Это не только наркомания, алкоголь, какие-то... Это просто мы... Это самое популярное, что мы видим. Аддикции любовные существуют, аддикции в их миллион вообще. Это когда человеком управляет что-то, его жизнь подстраивается под что-то, и он теряет какой-то там культурный, социологический ценз, норму какую-то он теряет. И вообще вся жизнь его может идти под откос, но он не отказывается, что-то закрывает вот этой своей зависимостью от вот этого вещества или там объекта какого-то и так далее. И честно скажу, какие-то знания в этой сфере, это чисто вот хорошие педагоги просто были. И было желание этому всему учиться. Посчитайте в интернете про аддиктивное зависимое поведение, и вы поймете, о чем вообще речь идет. Просто для родственников, у кого наркоманы, алкоголики и так далее, зависимые люди в семье, вы становитесь со-зависимыми. И вы, я думаю, в интернете все это читали. Кто такие со-зависимые люди? Это те родственники и ближний круг, знакомые, близкие какие-то друзья, которые включаются в эту игру зависимого человека, его пытаются спасать, помогать. Вы скажете, да как так, нельзя же, сын, например, наркоман, как я его брошу? Вот то, что вы будете ему помогать, таскать его в наркологичку, к наркологу каждый раз, откачивать ему, ставить систему, например, откапывать, вы не помогаете, вы его поддерживаете. Включаетесь с ним в созависимую игру, вам он зачем-то нужен, вы зачем-то хотите быть его спасателем. А как помочь своему сыну-наркоману? Это ему сделать такие условия, чтобы у него не было денег на наркотики, чтобы у него не было друзей, которые он уходит в компанию от вас, и чтобы у него не было вообще возможности финансовых, средств любых уколоться, понюхать или каким-то образом это воздействие получить. Не надо его таскать насильно, кодировать или еще что-то делать, бабкам таскать, деньги тратить. Включите мозг и потратьте деньги на то, чтобы его обезопасить от окружения. И он наконец-то остался один на один со своей проблемой, зависимостью, принял ее, что все-таки я реально наркоман, меня ломает, я не могу. И тогда вы его отправляете к психиатру и наркологу. А пока он у вас рыскает, общается, доступ к деньгам есть, он продает и все прочее, из дома. Но когда-то, поймите, стены голые останутся, ничего будет, скажем так, продать. И пока вы ему потакаете и жалеете, вы оттягиваете этот момент и позволяете наркотику больше воздействовать на организм и разрушать организм здоровья вашего близкого, любимого человека. Обрубайте. Ваша помощь, созависимых, сострадающих людей, семьи, ваша помощь, чтобы он быстрее понял проблему, побежал к специалисту. А помогая потакаему, вы только растягиваете, делаете ему еще хуже. Я хочу, чтобы вы это поняли и запомнили. Тема довольно-таки тяжелая, а видео очень интересное. Этот мужчина просто на своем примере рассказывает, как он это переживал, там стадии определенные, как он опускался, хотя казалось бы... И самое главное, что я хотела подтвердить, что вот эта психологическая идея идет в фильме, в этом документальном интервью, что проблем вам не было. Это его личные комплексы, которые легли на алкоголь, и алкоголь ему помогал убегать от этих проблем. Я хочу, чтобы вы поняли, любая зависимость — это убегание от своих проблем. И пока ты их не решишь, зависимость никуда не денется. Зависимость — это просто избегание, кайф, который снимает напряжение и дает твоему мозгу расслабиться, а отчасти забыться от того, что в твоей жизни все так плохо. Вот если вы хотите помочь своему родному, близкому человеку, который в зависимости, надо понять причину и, скажем так, вылечить его от депрессии. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии к этому видео. Как у вас есть опыт? Может, вы видели другие видео этого автора. Елена просто супер. Я люблю ее документалкой, всегда все смотрю. А вот, так что я поставляю под видео в инфобоксе свою почту для записи на психологические консультации ко мне или для того, чтобы прислать мне анонимное письмо на канале, я видео отвечу на него, разберу. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если видео было полезным, информация. Пишите комментарии. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok